добрый день дорогие друзья мы сегодня на очередном нашем объекте и я коротко вам расскажу о монтаже мансардного окна велюкс по строителям нормам вообще как известно устройство освещения дневного делается таким образом чтобы вы не пользовались электричеством в дневное время если вы уже где-то у вас темно в ваших комнатах значит вам не как минимум не хватает мансардного окна мансардная кровля это как я уже объяснял это пятая стена в вашем помещении сверху дом может быть длинным ограничен свет использовать свет можно только в фронтонных окнах в центре дома надо думать о дополнительном освещении за счет чего как раз придуманы мансардные окна можно выпиливать проемы в крыше и получать дополнительное освещение ваших помещениях у нас мансардные окна велюкс gzl м04 с нижним открыванием здесь есть клапан форточка размер 78 на 98 еще есть комплект гидротеплоизоляционный будем использовать и оклад самого окна из алюминия он будет у нас стыковаться с фальцевой кровли оклады есть разные они под каждую кровлю разные для металлочерпицы он другой для плоской крыши фальцевые тоже другой для керамической черепицы совершенно другой для медной и так далее лучше вставлять мансардное окно в процессе монтажа кровли чтобы учитывать монтаж стропил и вы делаете определенный шаг под ваше окно и оставляете по два сантиметра в обе стороны стоимость вставки окна к примеру 5-7 тысяч если вы уже запланируете вставить мансардное окно в готовую кровлю это будет в два то в три раза дороже у вас идет разборка кровли качественно сделать уже подход гидроизоляции к окну потому что идет уже разрыв готовой продукции но не удастся лучше делать в процессе монтажа кровли и так начнем монтаж окна вот как вы видите мы подготовили проем под вставку мансардного окна сколотили так сказать из досок стропила до сам проем для вставки мансардного окна очень удобно мы разрезали пароизоляцию завернули излишки на боковые части в принципе сейчас покажем как устанавливать теплогидроизоляционный комплект экспортил пакет открытые открываются аппетита пакет хочу сказать друзья мои что компания велюкс всегда вкладывают подробную пошаговую инструкцию в свои изделия Все равно, прежде чем мы вам сейчас расскажем, но производить самостоятельный монтаж мансардного окна, подробно изучайте Теплоизоляционный комплект, как правило, размера как окно, собирается элементарно Угловой элемент вставляется до щелчка Вот защелкнулся, вот один угол в сборе Берем собранный комплект теплогидроизоляционный и вставляем в готовый проем Как видите, он становится снатигом, так сказать, пока немного он еще так шевелится Но мансардное окно, оно обязательно его сильно вдавит Обратите внимание, компания Велюкс, как заботится и аккуратно вкладывает свою продукцию, упаковывает Выглядит довольно-таки компактно, удобно транспортировать Вложенная инструкция, легко разобраться с ведущему человеку в строительных делах Обязательно надо отделить стеклопакет от рамы Потому что окно в упаковке, оно в сборе Стеклопакет с несущей конструкцией, надо отделить Потому что сперва будем устанавливать раму Вот этот набитый брусок компании Велюкс, он просто для транспортировки Он отсюда удаляется Вы можете увидеть, никак не ошибиться, указана красная линия по периметру Это линия границы кровли и вашего окна Вот этой линией будет, вот так окно будет возвышаться над кровлей В комплекте есть вот такие угловые элементы Мы вставляем угловые элементы в специально прорезанные пазы Таким образом, чтобы монтажная часть была на уровне красной линии И, чтобы вы знали, все саморезы в комплекте к окнам Велюкс Имеют потай под звездочку И крепим угловой элемент На всех четырех углах Раму надо подавать поперек Поперек проема по диагонали Тогда она пролазит Монтируем раму, вставляем в проем Выпилен проем под ваш размер На два сантиметра побольше в обе стороны Вот теплогидроизоляционный комплект Он уплотняет все неровности обреза Вашей обрешетки И, так сказать, вжимает саму раму в проем Значит, пределом будет вам служить вот эти уголки Которые мы накрутили Если они уже легли на кровлю Являясь ограничителями То, в принципе, мансардное окно вставлено Переходим к монтажу Короткий идет у нас в обрешетке В обрешетку, а длинный идет в стропильную часть Теперь в дело вступает гидроизоляционный комплект Который обеспечит защиту мансардного окна От конденсата От попадания влаги Непосредственно на клееную деревянную конструкцию окна Чтобы оно не рассыхалось Здесь имеется по границе Защитная пленка Которую нужно аккуратно Вот она имеет смоленистую основу Сдирать И подклеивать Ориентируясь на край мансардного окна Здесь герметично проклеено Будет влага обходить окно со всех сторон Итак, важной частью является защита окна от конденсата Не зря мы здесь оставили пустоту в контробрешетке Чуть выше окна И у нас есть в комплекте такая деталь Специальный желобок выдвигающийся Он идет стандартный для VELUX То есть это нивелируется размер по ширине окна Основа может быть шире, хуже и так далее Он устанавливается в этом месте выше окна И мы его немножко раздвинем Будет пошире Попадая конденсат в этот желобок Будет обтекать мансардное окно с обоих сторон Это для того, чтобы конденсат не попадал в нижнюю часть окна Мы закрепили этот желобок под уклон Чтобы конденсат обтекал окно И в него же заворачивается теплогидрозоляционный комплект В комплекте есть специальные зажимы Которые четко гидрозоляцию фиксируют в желобке металлическом Итак, только что мы вставили в проем мансардную раму для мансардного окна В принципе, установка как таковая произошла Все важные элементы Осталось вставить сюда, как на эксцентрике, вернуть стеклопакет Для удобства надо подойти кровельным материалом к окну фальцевой кровли Здесь подойдет фальцевая кровля Оклад занимает, как правило, 25-30 сантиметров И потом уже, когда заканчивается работа, мы вставляем сам стеклопакет Когда мы установили саму раму окна еще на обрешетку Потом есть, как мы показывали, дополнительный комплект оклада Он, как правило, серого цвета, из алюминия, тонкого алюминия Оклады бывают разные для разных типов кровельного материала Об этом надо не забывать Оклад, как правило, монтируется Он состоит из нескольких деталей Нижней части, средней и верхней Сначала нижней, сверху на него устанавливается средний элемент И потом завершающий верхний Нижний, средний, верхний Здесь все стыки внахлест Вода должна текать это окно И все удобно сделано, предусмотрено компанией Велюкс В принципе, герметично, надежно, проверено временем Здесь нигде разреза нет Все подведено, видите, на замок таким способом Эти замки у нас стыкуются, сгибается сам оклад И тоже заворачивается на двойной замок После того, как мы произвели стыковку оклада с нашим кровельным материалом Устанавливается сам стеклопакет Вставили стеклопакет Монцарное окно считается установленным Итак, до встречи на наших очередных видео, которые обязательно будут С вами была компания Крофмонтаж и Мороз Алексей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова